Блин, случайно нажал кнопку отмены, ребят Вот Не знаю, записалось, нет В общем, повторюсь Потому что реально, не знаю, записал я видео или не записал Короче Вышел снимать, пошел дождь Думал заснять грозу, молнии Но не получилось, так как дождь есть, а молнии нет Грозы нет Поэтому сейчас иду до Кутузовского Просто повторяю, из-за того, чтобы записать видео Потому что, я не знаю, нажимал я кнопку записи, не нажимал Вот, в общем, такие дела Иду мимо Киевского и на Кутузовский проспект Вот такой вот, ребят, фонтан, кстати, здесь Очень приличный Сейчас он прям разливается, переливается Прям мощный, потому что дождь идет Ну, основная масса дождя уже прошла Такая сильная, да? Вот Молнии, к сожалению, у меня не получилось заснять Вот, но в другой раз, я думаю, обязательно я найду момент Подловлю погоду, когда будут сильные молнии в Москве Гроза Я их поснимаю тоже Ну и, конечно же, улицы Москвы Ночью я тоже буду снимать Так, ну ладно, пойдем Ребят, так хотел заснять Ну, просто обещали реально сильную грозу А в итоге ноль грозы Никакой грозы нет Даже грома нет Это плохо А я бежал по этим улицам Вот тут вот реально бежал От самого Киевского торгового центра Бежал, чтобы Как-то побыстрее проскочить И не промокнуть Но у меня не вышло Потому что ливень шел Просто облажной Ну ладно, бывает Это, ребята, у меня сегодня была охота на молнию Охота за грозой Так, где там у нас пешеход? Там и там есть зебра Ну ладно, пойдемте прямо Если вот так вот капать слегка будет То это нормально Мы так сможем много походить, поснимать Ну а если ливанет опять То тогда Ну я так смотрел в гугле Типа на 7 часов еще обещают Вот Кстати, на будущее надо Иметь и резиновые сапоги Реально какие-то высокие Чтоб вот так вот снимать И какую-то плащевку Потому что промокаешь мгновенно Зонтик не спасает Просто вообще От зонтика ноль пользы Такой ливень Я вот Просто перебегая от Киевского Вот на эту сторону По пешеходу там Ну от самого Киевского Такой потоп, что просто Я сразу намочил ноги То есть Стоило перебежать одну дорогу И все это мокрое Кстати, это у меня первое видео Когда я снимаю именно в дождь Обычно я Погоду снимаю Ну а так, ребят Каждый раз отлаживать съемку Тоже не найдешь Времени снимать Так что буду снимать В любых погодных условиях Которые более-менее позволяют Какие дела Вот здесь вот я переходила Просто чуть не смыло Мои ноги Чуть-чуть усиливается Блин Хотя бы До Парка Победы Дойти там Чуть-чуть поснимать Чтоб он не был Таким сильным Дождик Наш Кстати Гроза на самом деле Есть Но слабенькая Кое-где Что-то мельканет Даже грома нету Ребят Поэтому Просто Нет такой Зрозы Чтоб, знаете Прям ударило в землю Мощно Такая С большим громом Нету Кстати Вот сюда Фонтан На пьес Вообще Очень важно Часто, ребят Не отменять дела Даже если что-то Не складывается Вот сейчас Мельканула где-то Молния Но я не заметил Как верим Не увидим Так Это у нас В сторону Арбата Куда нам не надо Нам налево О, ну тут можно Даже Выкатиться Также, ребят Будем снимать И ночную Москву Сити Ну еще Много места Нам предстоит Поднимать Вот Вот Кисть Это слева у нас Кто не знает Кстати, ребят Сейчас вам покажу Лаймхак Где правильно Носить портфель Ребят Смотрите Надеюсь Вы заметили Да, поняли Перед собой Надо портфель Носить Когда дождь идет Потому что Если ты будешь Нести сзади Ребят Просто Промохнешь Если бы у меня Ноги бы не промокли То Можно было Дождаться Девяти часов ночи И поснимать Но Это не вариант В моей ситуации Сейчас Потому что Ночью будет холодно Можно и заболеть Ну а так Я сейчас иду Мне даже немножко Жарко Все попрятались На светофор Мы не успели Стоим Да подожди Могу Я сейчас Переки до него Не могу Я уже не сравнил Я для пунктов И сравнил Да Короче Мужик просто Подошел С левой стороны И Встал Под мой зонтик Ну а что делать Ну тут же Вообще Что я без вариантов Если ты уже промок То уже смысл Всегда Ребят Старайтесь В любую ситуацию В любой ситуации Что-то Сделать Вот сейчас У меня не сложилось Со съемкой Но зато Я вот Показовский Простой Я засниму Его тоже Никогда не снимал Кстати На площади Парк Победы Там тоже Много чего Интересного Можно поснимать Я помню Там какой-то Памятник Высоккий Такой стоял Такая вышка Вверх Завтра тоже Кстати Если не ошибаюсь Дождь обещаю А у меня Реанная идея Ребят Загорелась И поснимать Могу Просто Я смотрел Как то Ну на ютубе Это реально Очень красиво Я представляю Все вживую Смотрю Ну это будет Пушка Просто Классно Просто Нужен Какой-то Клеенчатый Комбинезон Со временем Приобрести Вот Вот такой вот Оранжевый Мне Зашел бы Идеально Так А вот Тут что плохо Ребят Магазинчиков Не так-то много В основном По правой стороне Магазины Почему-то Слева мало Если ливанет То негде Будет прятаться Одежда, ребят Да не надеюсь Сейчас иду Вспоминаю Как я снимал Водоотводный канал Или реку Маслыл Точно не помню Но в общем Я шел над дорогой И когда машина проехала Полностью меня Аблило Москва Москва-Сити в небольшом тумане Не так часто там бывал В Москве-Сити В последние годы И даже не заметил Как вот эти вот башни Которые сейчас вам покажу Ребят Справа две Еще построили Ну как Не до конца Но они Почти Построили Вот Сейчас вам Выгонят На определенный участок Я вам покажу За что я говорю О! Прям под светофор Успеваем Ну тут еще нормально А кое где вода не стоит Совсем Ребят Тут еще вода уходит Стихает Вот за эти башни Говорил, ребят Вон там Две штуки Кстати, я когда-то работал На мосту Багратион Это мост, который Идет На Москву-Сити Через это Там в самом мосту Были магазины Я работал Там садят Очень давно Садят Садят кстати вот из всех башен Москва-Сити, ребят какая у вас больше всего впечатляет какая нравится вот мне больше всего впечатляет вот эта вот, которая извилистая, ребят которая как сверло ну и всех она больше всего нравится другие как-то, ну привычно смотрятся так, давайте вот эти заснимем которые строятся дополнительные здания вот этих не было это буквально вот за последние, наверное, года два они появились вот здесь вот здесь Так, а вот тут кадр хороший получится Давайте я увеличу Блин, я в лужу встал и остановился, ё-моё Опять ноги намочил Интересно, молния бьёт по башнам эти? По идее, они высокие, может ты в них бить Там же должны быть громоотводы стоять Всё, правая нога опять мокрая Ну ладно Самое главное, что мне не холодно То есть я вот иду И даже жарко Ну интересно А ветер усилился, ребят, немного Посильнее стал дуть Надо, кстати, найти мне сайт На котором Более качественно дают прогноз погоды Чтоб прям понимать Насколько будет сильный Шторм или ураган, или дождь Будут ли молнии вообще или нет Потому что сегодня Я посмотрел, написано в пирсе Сильный дождь Гождь был сильный Но написано Гроза Грозы нет вообще Грома нет И, кстати, всегда надо приезжать на место Где ты будешь снимать всё это дело заранее Я чуть не успел Поэтому, собственно, и промок На самом деле Тут недалеко И до Москосики дойти Сейчас я Не охота В такую погоду туда идти Тут вот от Кутузевского Метро Или прям можно по самому мосту Багратион Очень близко, на самом деле Слева, ребята, у нас платье Вообще, я считаю Больше всего товаров вообще в городах В торговых центрах Это основном женские товары Мужского мало Часы Смотрю, что слева находится Кинотеатр Пионера, ребята Вот реально в этом кинотеатре я никогда не был Я в многих бывал, но в этом не был От себя лично рекомендую, ребята Ходить в кинотеатры Которые находятся на Красной В общем, кинотеатр Соловей Или Краснопреснский он называется ещё Кинотеатр Соловей Метро баррикадное По мне это самый лучший кинотеатр Остальные так себе Ну так, они тоже хорошие Но когда я смотрел на самом большом экране Мне больше всего там понравилось Кстати, помимо того, что Нужно снаряжение, чтобы снимать вот Дождь, именно молнии снимать, грозу Мне нужно ещё поискать мосты стеклянные Стеклянные мосты Где мы, собственно Так, сильный ветер усиливается Где мы можем это дело снимать Всё, ветерочек мне как не нравится на самом деле Очень супер Вот, ребят, вход на мост Багратион Я тут когда-то работал Через реку он идёт Я посередине моста там Ну, примерно посередине моста там Стоял магазин Здесь капелька дождя попала на объектив Но я убирать не буду А то хуже ещё будет Она сама спечёт А то хуже будет Что тут у нас за здание такое А, ребят, это цирк Это цирк Так, мы открылись Походу, ребят, я Если так будет продолжаться Усиливаться ветер и дождь Я, наверное, дойду-то До Парка Победы И всё Кстати, я один такой Кто идёт Кто идёт и кто-то снимает В такую погоду Заодно это надо лайк ставить Не надо, но я буду отмирать этому Любому лайку, любой подписке Я уже много лет пытаюсь развить свой канал И это не очень просто Всё 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 Продолжение следует... 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 вот здесь ряд был бы напарник заснали бы как и на киевский побежал через дорогу это было бы более эпичных тем сверху я сейчас это заснял давайте старинное здание поснимаю ну все погода более-менее значит идем прям на парк Победы хотя впереди ребят прям черная туча на самом деле еще один переход кстати, теперь всегда так буду паркер паскать впереди, очень удобно на самом деле дождливую погоду ну все ну как по нам О, а отсюда клип неплохой, ребят? Надо это не смотреть, тут, конечно, машины стоят неудобно. Кстати, за все время на этих прокатах велосипедов вообще ни разу не ездим. Да вообще, наверное, я в Москве ни разу на велосипеде не ездим. Так, пока пробка, надо переходить. Между машинами, ребят, просовываемся. Ну, в общем, все, что изменилось на Кузовском проспекте, это метро и вот эти здания дополнительные. Кстати, я вас обманул. Я сказал, что вот, ну, примерно в этом здании, да, жил, оказывается, нет, еще дальше. Все дальше это было. Так. 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 Субтитры делал DimaTorzok Ну мы почти пришли, ребята Еще чуть-чуть осталось и у нас будет площадь Парка Победы Что мне не нравится, что здесь машина ездит Парка 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 П Иду, иду, а он не заканчивается. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok По большому количеству миллионов просмотров. Семь миллионов, двадцать миллионов просмотров, тридцать, да? И вроде бы, что просто человек демонстрирует, что он изготавливает из доски, или какой-то кровать, или кто готовит. И такое количество просмотров. Ну и подписчиков у меня было двенадцать миллионов. Я вот такой смотрю на все это дело и думаю, что за фигня? Почему я столько времени снимаю, и нет такого количества подписчиков, что просмотров? И получается дело в основном в неделе не в том, что ты снимаешь, а в чем-то другом. То есть вообще, по мне так это вообще неинтересно. Но люди считают это интересным и смотрят, там, по тридцать миллионов, по двадцать миллионов просмотров. И все видео у нее такие. То есть нет такого видео, в котором мало просмотров. Абсолютно все видео у нее по пять-семь миллионов – это самое малое просмотров. То есть вот что для меня большая загадка, ребят. Понять, что же мне нужно делать, чтобы так же, собственно, было и с просмотром, и с подписчиками. Потому что я уже перебрал много каналов, много тем, и вижу, что даже самые бредовые какие-то каналы непонятные, но у них большая почему-то аудитория. Поэтому на моем канале много разных видео. Только в последнее время я больше гуляю, да, снимаю. Просто я разные видео пробую, темы пробую для того, чтобы найти именно ту тему, которая прям будет вообще пушка выстрелить, ну и которая вам больше всего понравится. Поэтому снимаю разные видео. Так, дождь усилился, ребят. Так. Ну, пока терпимо, еще можно снимать. Главное – камеру не намочить и все. Сейчас вам, кстати, покажу арку. Я не помню, как она называется. Пишите в комментариях, я просто не помню название, кому интересно. Можете поделиться с кем-то и написать название этой арки. Она реально очень большая. Если с другой стороны посмотреть, то там лошади. Ладно, ребят, камеру замочу, дождь усиливается теперь опять. Непонятно, что слабо идет, то усиливается. Так. Я вам zdeku nächste скорой. Мне надо сейчас ш deserves он, которой он Computersions. Как ниakah уже не тут! Непонятно, чтобы здесь запомнить. Именно. А вы заесть-то зрителя. Корр! Продискнуться на маркет!" Колятики, Ко ны?